Ну вот начался дождь, я думаю, мы проследуем гостю, который нас заждался. Да, мы в полной боевой готовности уже встречать нашего гостя, вернее он нас встречает на нашей другой площадке, куда мы сейчас отправляемся. И там находится иерей Дионисий Волков, настоятель Святой Екатерининского храма города Симферополя, учредитель Крымского детского хосписа. Об этом мы как раз таки и будем сегодня говорить. Доброе утро. Доброе утро. Вы знаете, у вас почему-то здесь дождя нет, а у нас на этой площадке был. Я спрячу зонт. Если что, у вас рядом тоже стоит зонтик, вы тоже воспользуетесь, если совсем в воздухе не благорастворяться. Но мы хотели узнать о вот Крымском детском хосписе. Дело в том, что, я понимаю, это только в планах намечается, да, его создать? Или он уже есть? Юридически он уже есть. Он называется Крымский детский хоспис. Организация была зарегистрирована как НКО, как некоммерческая организация, еще в марте этого года. И с мая 2019 года уже действует социально-психологическая выездная служба. То есть мы уже занимаемся теми семьями, у которых есть палиативные дети. То есть неизлечимо больные. У тех, у кого исчерпан реабилитационный потенциал, которым уже, к сожалению, ничем нельзя помочь. Мы со своей стороны только можем улучшить качество их жизни и снять болевые синдромы. И поэтому вся деятельность детских хосписов направлена именно на улучшение качества жизни, семей, детей. И чтобы те дни, которые отвел им Господь, сколько им осталось на этой земле, чтобы эти дни были насыщены жизнью, чтобы они не были брошенными, чтобы они почувствовали руку помощи и поддержку как от простых граждан, так и от профессиональных и медицинских сотрудников, и психологов, социальных работников и других профессионалов. А у нас много сейчас таких детей? Сейчас под нашей опекой находится больше 17 детей. Но мы продолжаем мониторить, потому что не все семьи еще имеют статус палиативного ребенка. Эти не все дети имеют такой статус. И мы продолжаем выезжать по Крыму и смотреть, где такие еще дети есть, чтобы им помочь. Также у нас сейчас готовится соглашение с Республиканской детско-клинической больницей на улице Титова в Симферополе. Благодаря которым, возможно, будет тоже помогать тем семьям, которые проходят через больницу, и брать их под свою опеку и продолжать им помогать. Скажите, с какими сложностями вы столкнулись, организовывая это благое дело? Сложность первая в том, что это первое учреждение такое в Крыму, которое появится. А на материке такие есть? На материке уже есть. И первый детский хоспис был открыт 15 лет назад тоже священником Александром Ткаченко. Уже 15 лет он работает успешно. И у нас есть с ним заключенный договор. И мы будем обмениваться нашими сотрудниками, будем отправлять их на стажировку в Санкт-Петербург и в Москву, для того, чтобы наши сотрудники тоже могли повышать свой профессиональный уровень. И также в мае месяце была завершена передача правительством Республики Крым, Крымскому детскому хоспису, здание под Симферополем, которое находится в селе Новосбургевка, это Симферопольский район, буквально 5 минут от Симферополя, где будет уже располагаться стационар детского хосписа. И сейчас ведутся предпроектные работы к тому, чтобы начать реконструкцию этого здания. На сколько рассчитан? Сколько коет? Примерно будет рассчитан на 10-12 палат, потому что в том отличие детского хосписа от обычных больниц, в том, что это не больница, там ничего не напоминает о больнице. Это комфортное пребывание детей, которые не могут находиться дома и которым нужна помощь в стационаре. Потому что основной акцент делается на том, чтобы выездная служба социально-психологическая оказывала максимальную помощь на дому детям. Ну вот я знаю, что паллиативные больные, они в первую очередь нуждаются в медикаментозной помощи. А такое лекарство, наверное, которое им нужно, оно не выдаётся просто так. То есть это всё подростки. Я имею в виду наркотические препараты и сильнодействующие препараты. Которые обезболивающие, да. Действительно, поэтому мы выстраиваем наше сотрудничество вместе с медицинскими учреждениями и бюджетными профильными учреждениями, которые могут закрывать вопрос именно касаемо медицины. Потому что мы не имеем права предоставить такие препараты, так как мы не медицинские учреждения. Мы как раз говорим о взаимодействии государства и некоммерческих организаций. Потому что не всё, что может дать государство, ребёнку, семье, обеспечить качество их жизни, досуг их обеспечить. А как раз такое взаимодействие позволяет обеспечить полную комфортную жизнь и предоставить тем средства, тем ту помощь, которую не может по каким-либо причинам предоставить государству. Святой Отец, скажите, пожалуйста, у нас, к сожалению, осталось буквально 30 секунд. Может ли какой-то, скажем так, простой человек вам помочь в этом? Конечно. Не обратитесь тогда к симферопольцам, крымчанам, которые вас сейчас смотрят. Хотелось бы обратиться ко всем жителям Крыма и гостям, и всем россиянам с просьбой о том, чтобы поддержать проект, чтобы мы смогли и построить его, и продолжать оказывать помощь тем детям, которые в этом нуждаются. У нас есть социальные сети, группы в социальных сетях, также называются Крымский детский хоспис, есть сайт kramianhospis.ru и телефон, по которому можно позвонить и проконсультироваться, как помочь или тем, кому нужна помощь. Ну вот я еще хотела узнать дату, когда откроет свои двери Крымский хоспис. Вот как вы думаете? Сейчас мы разрабатываем дорожную карту, чтобы уже точнее могли сказать о сроках строительства. Что ж, Господь вам в помощь в таком благом деле. Спасибо большое. Большое спасибо вам. Я напомню, у нас сегодня в гостях Ирей Дионисий Волков, настоятель Свято-Екатерининского храма города Симферополя, учредитель Крымского детского хосписа.